Саламас Тармаху, Метод Андастар! Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Завтра, 6 июня, в 1 часов митинг по всей стране. Требования к этому митингу мы озвучивали. Информации достаточно всех моих выступлений. Есть множество плакатов, которые мы распространили. Я о них, наверное, еще отдельно остановлюсь. Но сейчас я хотел бы ваше внимание обратить на то, как действует режим. Как они нервно реагируют на то, что завтра будет митинг. Вышло заявление Генеральной прокуратуры, в котором не озвучивается, кто является инициатор, якобы некие группы. Затем вышло заявление главного санитарного врача, который озаботился вдруг состоянием здоровья наших граждан. Вдруг департамент ЧС объявил, что, оказывается, в Алма-Ате будет похолодание, возможно, до минус 1 градуса. Озаботился тем, что наши граждане могут замерзнуть. Видите, какое прям единодушие. Сегодня Хосможумар Такаев собрал силовиков у себя. То есть, власть просто напугана. И мы знаем, что, в частности, в Атрав, площадь, где предполагался, что будет митинг, они заявили, что площадь будет огорожена. Начались ремонтные работы в Ахтубе, в тех местах, где будет проводиться митинг. То же самое было заявлено и по Астане. Я не знаю, что придумают режим, чтобы препятствовать организации митингов, но уже очевидно, что новый закон, который якобы принят, новый закон, предполагающий, что митинги будут носить уведомительный характер, когда не нужно будет просить разрешения, они этот закон, по сути дела, буквально при первом испытании уничтожили. Сейчас Генеральная прокуратура заявляет, что этот новый закон начинает действовать только 6 июня, что якобы еще местные власти не определили места. А зачем этот закон принимать, если заранее они не определили места? То есть, вы видите, это просто филькина грамота для того, чтобы замазать глаза нам, замазать глаза Западу, хотя этот закон не имеет никакой силы. Казахстан давно подписал международные договора, по которым звучит, что митинги, как во всем мире, носят уведомительный характер. И гражданам не нужно спрашивать разрешения, они просто уведомляют о проведении митинга. И государство обязано, обязано содействовать проведению этих митингов, охранять людей, чтобы не было беспорядков и так далее. Это прямо закреплено международными договорами, которые действуют, которые выше, чем любой закон, существующий внутри страны. Поэтому, когда правительство Тукаева-Назарбаева инициировало новый закон, ну, конечно, это вызывало смех, потому что эти законы, они никакой силы в нашей стране не имеют. Более того, выпустив этот закон, объявив, что он начинает действовать 6 июня, они сразу признали, что этот закон не работает, потому что сказали, что местные власти должны рассмотреть эти уведомления, потом они могут отказать. Конечно, они могут отказать, и они откажут. Мы прекрасно знаем, что митинги в нашей стране проводят только Нуратан или провластные партии, отделение Нуратана или подставные партии. А всем остальным будут всегда звучать разные отговорки, что там дети танцуют, там еще кто-то там, ветераны собрались, или какое-то мероприятие городское, танцы, пляски и так далее. Поэтому эта филькина грамота сразу буквально саморазоблачилась. Ну и, конечно же, мы ранее проводили митинги последние два года, именно исходя из того, что есть международные договора, которые не требуют никаких разрешений, а просто уведомления. Мы уведомляли, и два года мы проводили митинги, не спрашивая никакого разрешения. И в этот раз будет так же. И власть в этот раз пытается применить новый инструмент, якобы в стране карантин. И главный санитарный врач начинает запугивать людей, говорит, что вот они, люди, могут друг друга заразить. Но что-то мы не слышали главного карантинного врача, когда люди ездили в автобусах без маски, вдавки. Это было повсеместно по всей стране. Мы не слышали мнения и постановления санитарного врача в условиях чрезвычайного положения, когда тысячи людей стояли в очередях, в акиматах, на рынках. И где это было заявление главного санитарного врача? И мы прекрасно знаем, что сейчас, когда особенно рынки открыты, и когда там тысячи людей ходят, и что-то мы не слышим, чтобы санитарный врач озаботился здоровьем наших граждан. Более того, санитарный врач не заботится здоровьем самих врачей, которые сотнями попадают под карантин в больнице. Врачи, по сути дела, они являются первыми жертвами коронавируса. И мы что-то не слышим. Мы только слышим жалобы врачей, которых запугивают сами же их главные врачи. Сама власть им запрещает говорить о том, как их лечат, как им помогает режим, выплачивает ли им заработные платы и те доплаты, которые обещал Токаев. Мы этого не слышим и не видим. Поэтому, когда режим пытается руками санитарного врача ограничить наши права и свободы, это, конечно же, опять противоречит как Конституции, между прочим, то же самое Назарбаевский. И законам страны не может карантинный врач отнимать права и свободы наших граждан, особенно в условии, когда отсутствует режим чречайного положения. Вы сейчас видели, как по всему миру сотни, сотни тысяч людей выходят на различные акции протеста. Да, они выходят в маски. Да, они соблюдают, как говорит, социальное расстояние, там около метра. Все это происходит. И мы видим, как в Америке тысяч людей выходит. По всей Европе. И вот недавно в Париже 20 тысяч человек вышло. В Лондоне десятки тысяч людей вышли. По всему миру выходит по 50, по 100 тысяч человек. Это условия карантина, между прочим. А почему? Потому что ни одна страна не может отобрать у людей право выходить на митинги, право на свободу. Ни одна страна, включая и, собственно, сам Казахстан, который эти договора международные подписал. Поэтому, когда ко мне обращаются с вопросами, а как же реагировать на приказ санитарного врача, я скажу следующее. Приказ санитарного врача не соответствует ни Конституции, ни закону. Нынешнее заявление Генеральной прокуратуры, что якобы вышел новый закон, они сделали специально этот новый закон, в котором, если какие-то партии или организации, признанные экстремистскими, они не могут быть организаторами митинга, это сделано специально под ДВК и Куще. Между прочим, никто до сих пор не видел это решение Исильского суда, которое бы объявило Куще экстремистски. Непонятно почему. Более того, Куще есть адвокат, Куще подала протест, апелляцию, и до сих пор это решение суда никто в глаза не видел. Это о чем говорит, что этот режим действует незаконно, по-бандитски, нарушая даже те нормы закона, которые существуют в Назарбаевских законах. И поэтому, конечно же, их действия нелегитимные. Приходят полицейские, ссылаются на этот закон, или на решение суда, но когда у них спрашивают, покажите это решение суда, они не могут. То есть, понятно, что это просто по-бандитски, по понятиям, на словах существует запрет, который противоречит всем законам нашей страны, и поэтому они являются, соответственно, незаконными. Уважаемые друзья, этот режим пытается запретить нам всем говорить, нам всем выражать протест, и придумывают разные механизмы, чтобы помешать проведению митингов. И когда скептики говорят, что у нас не получится, выйдут опять 100 или 200 человек, я хочу сказать следующее скептикам, и вообще всем тем, кто хочет перемен. Мы знаем, что у власти находится Назарбаев, которому 80 лет, и максимум пару сотен его приближенных, которые обязаны ему, наворовали вместе с ним миллиарды, и защищают этот режим. Они пока держатся, на самом деле, силами полицейских, которых, на самом деле, не очень много. Эти полицейские, это часть нашего народа, такие же униженные, обиженные. Конечно, среди них встречаются не очень хорошие люди, но в целом, в целом, это нормальные люди, которые вот просто ходят на работу, исполняют вот такие обязанности. Но эти обязанности, они должны исполнять по закону, а не по приказу, нарушению всех норм закона. И, конечно, они прекрасно осознают, что они совершают преступления, прикрывая этот режим. И все прекрасно понимают, что когда на улицу выйдут десятки тысяч, полиция будет с народом. Это уже многократно проверенный пример. Например, Армении. Год назад там произошла смена режима, и в Армении сейчас идут огромные изменения. Это Грузия, которая сделала мощнейший рывок в своем развитии, когда сменила режим Шеварнадзе. Это очень много таких примеров по всему миру можно привести. И пример звучит так. Когда на улицу выходят десятки тысяч, никакие силы, полицейские, ни армии не могут удержать эту массу. Более того, они переходят на сторону народа. И когда меня спрашивают, что делать, когда появляется полиция и ОМОН и так далее, я хочу сказать следующее. В Астане полицейских не более трех тысяч. Это еще нужно им мобилизовать с районов. В Алматы тоже не более трех тысяч. По областным центрам полторы, максимум две тысячи человек. И опять же им нужно мобилизовать участковых и других со всех районов. Вот реальная картина. Что такое несколько тысяч полицейских в Алма-Ате, когда там живет два миллиона человек, и в окрестностях Алматы живет около одного миллиона. Что такое три тысячи полицейских, когда в Астане живет более миллиона человек, достаточно выйти пяти процентов, и у нас будет пятнадцатикратный, двадцатикратный перевес относительно этих полицейских. То есть, всего лишь нужно выйти пять процентов населения, и все поменяется. Мы все устали. Мы все устали от этой живой власти, тридцать лет этот режим просто издевается над народом. Этот режим украл наше будущее, украл нашу жизнь, украл наше время. Он украл вообще прогресс у нашей страны, у такой страны, которая должна быть впереди всех постсоветских стран, которые сейчас являются, по сути, средними европейскими странами по качеству жизни. Этот режим все у нас украл. Мы знаем, что мы хотим построить. Мы хотим построить свободное демократическое общество. Мы не хотим должности президента. Мы хотим, чтобы Акимы избирались, контролировались народом. Мы хотим, чтобы правительство избирало парламент, а депутаты избирались народом. Мы все знаем. Все, что мы хотим изменить, мы знаем, что это приведет к успеху нашу страну. И эта власть будет под контролем народа. Мы все знаем. Мы знаем, что в нашей стране очень много талантливых людей. Мы знаем, что мы можем изменить страну. Что же нам мешает? Нам мешает сделать только один шаг. Наш страх нам нужно просто преодолеть. И за один день этот режим может пасть. Притом мирно. Без всяких столкновений. Потому что, когда десятки тысяч людей выходят на улицы, полиция будет стоять просто в стороне, как минимум. А в реальности перейдет на сторону народа. Значит, в чем проблема? В том, что мы должны сделать тот самый единственный шаг. Один. Единственный. Не ждать с балкона или откуда-то, когда вы в ожидании, что на улицу выйдут тысячи. И только тогда вы присоединитесь. Потому что эти тысячи тоже так же будут думать, как и вы. Единственный шаг. Делайте вы. Затем ваши друзья, соседи, прохожие. Мы объединяемся и добиваемся смены этого режима. И реализуем свои мечты. Мы получаем свободное государство. Мы действительно станем сильным государством. Всего один шаг. И этот шаг мы можем сделать. В прошлом году, 9 июня, на улицы выходили тысячи. И вы помните, тогда режим с большим трудом задержал 6 тысяч человек. Развозил по районам задержанных, по административным решениям судов. Все тюрьмы были переполнены. Нас тогда выходило всего лишь тысячи. А если выйдут десятки тысяч, режим захлебнется. То есть все очень просто. Вся дорога понятная. Что делать понятно. Ради чего мы хотим это сделать. Все понятно. Нужно сделать всего лишь один шаг. Один шаг. Поэтому, уважаемые друзья, мы можем это сделать, если объеднимся. Если мы преодолеем свой страх. Если мы начнем действовать. И завтра именно тот самый день, когда мы должны это сделать. Мы уже выступали в эфире и говорили, что нужно делать. Как надо действовать. С какими требованиями нужно выйти на этот митинг. Мы выйдем с лозунгами. Сами мы разными. Списать кредиты. Списать проценты. Свободу политическим заключенным. Режим в отставку. Все эти требования я озвучивал. Вы можете прийти на этот митинг со своими требованиями. Да, режим будет мешать. Да, места проведения митингов они будут блокировать. Но когда будут идти тысячи, никто не сможет заблокировать. Ну, например, мы возьмем улицу Абая и Достык. Там, где у памятника Абая будет проводиться митинг. Конечно, там режим будет стараться заблокировать это место. И подземный переход, и сверху, и бордюры, и так далее. Но это невозможно заблокировать, когда с разных сторон идут тысяч людей. Когда люди идут вдоль дороги, между машин. И фактически все это будет заблокировано. И полиция не сможет даже автозаки привезти. Потому что все улицы будут стоять. Это возможно только тогда, когда тысячи людей выходят. И двигаются и по тротуарам, и по дорогам, и между автомобилями. Я хотел бы обратиться к автомобилистам. Уважаемые друзья, на каждом митинге мы получаем вашу поддержку. Мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы сигналили. Ровно в один из часов обозначили время и запуск самого митинга. Именно вы можете помочь разблокировать эти улицы, колонны машин. Если вы будете двигаться медленно, между вами будут идти протестующие. Фактически мы лишим возможности полицию действовать. Пытаться задерживать людей и в автозаках кого-то увозить. Уважаемые друзья, вы знаете, что полиция всегда нападает на протестующих как минимум в количестве 6 человек. На одного человека от 4 до 6 человек нужно им, чтобы его задержать. Поэтому вы понимаете, что такое 3000 полицейских. Для того, чтобы задержать им 1000 человек или даже 500, им понадобятся те самые 3000 полицейских. Поэтому, конечно же, когда полиция будет стараться кого-то задержать, отсеять, нужно безусловно оказывать поддержку. Драться ни в коем случае не надо. Беспорядки никакие не нужны. Но есть возможность просто окружать их, блокировать, не отдавать. Не отдавать тех, кто попадет в автозаки. Не отдавать их. То есть для этого нужна организованность. Меня спрашивает, что делать, если власть закроет места проведения митинга, перекроет улицы и так далее. Я хочу сказать следующее. Мы не знаем, какие действия предпримет режим. Но мы знаем одно, что когда протестующих будет много, невозможно вообще никакими мерами остановить этот процесс. Абсолютно никакими. Поэтому я знаю, что во всех городах, где объявлены митинги, безусловно, есть лидер этого процесса. Инициативные люди, активные, которые болеют за будущее, которые хотят добиться перемен. Здесь все в ваших руках. Будьте решительными, будьте активными. Идите с микрофонами, усилителями звуков. Идите с нашими знаменами. И безусловно, конечно же, чтобы не давать поводы для санитарных врачей, для режима, нужно брать с собой маски, перчатки. Давайте мы проявим организованность. Давайте мы проявим инициативу. Давайте мы сами будем действовать, потому что то общество, которое мы хотим построить, это сильное, независимое, самостоятельное общество со свободными гражданами. Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые друзья. Завтра на этом митинге власть будет придумывать разные приемы. Мы не можем заранее их предугадать. Но мы знаем одно. Только инициативные люди на месте найдут решение. Найдут решение, как действовать. Если они перекрыли одну улицу, значит, надо перейти на другую. Если они это место перекрыли, то рядом, безусловно, будут другие места. Или вы можете организовать шествие. Вариантов может быть много. И какие варианты окажутся самыми правильными, это вы сможете решить на месте. И еще. Всем тем, кто призывает стоять до конца, мы, безусловно, согласны с этим. Каждый митинг должен быть такой, который бы дал возможность сменить режим. В общем, я хочу сказать следующее. Когда на этих митингах будут десятки тысяч или тысячи, люди сами не уйдут. Люди будут добиваться, чтобы мы могли осуществить свои конституционные права. Мы будем добиваться, чтобы этот режим ушел. Потому что никогда в истории Казахстана свободные выборы не проводились. Ни у одного нашего гражданина не было права проголосовать за того человека, который он хочет избрать. Не было. Назарбаев захватил власть, узурпировал. И теперь обвиняет политические силы в том, что мы хотим захватить власть. Нет, мы хотим взять эту власть. Потому что партии создаются именно для этого. Прийти к власти при поддержке народа. Добиться перемен. Реализовать свои программы. А не давать одному человеку 30 лет контролировать власть и обвинять других, что они хотят захватить власть. Власть это не его собственность. Источником власти по нашей конституции звучит следующее. Источником власти является народ. И сам народ должен добиться, чтобы этот режим ушел. Мирно ушел. Я повторяю. Когда кто-то говорит, что власть будет применять репрессии и так далее. Такие слова звучат перед каждым митингом. Два года мы организовываем митинги. И два года об этом говорят те люди, которые придумывают себе причины не идти на митинг. Не идите. Придут те, кто хочет свободы. Кто хочет перемен. У нас очень много примеров, когда люди попадают в полицейский участок, где идет процесс оформления повесток. Или записывают те, кто участвовал в этих митингах. Именно там, в полицейских участках, сотни активистов организовывают акции протеста. Именно там. Снимайте себя на телефоны. Снимайте и показывайте те, кто препятствует построению свободного Казахстана. Наступит время, они за все ответят. И это время приближается. Мы видим все это. Потому что сейчас протест востребован. Не случайно сегодня была такая паническая действия со стороны власти. Потому что они тоже видят. Видят общее настроение. Что все устали от этого режима. Поэтому, уважаемые друзья, завтра в 11 часов, 6 июня, мы ждем вас на площадях нашей страны. Ждем инициативных людей. Ждем тех, кто хочет перемен. Ждем тех, кто готов действовать. Мы добьемся победы. Я убежден. Потому что авторитарные режимы падают непрерывно по всему миру. И такое время наступает и в Казахстане. Алга, Казахстан!